Василий! Иди сюда. Свет там погаси. Как сегодня? Что у нас? Какое число? Знаешь? Женский день. Женский день. 8 марта. 2018 год. Садись. Ногах, правда, нет. Да вон, на диван садись. Как ты провел этот женский день? Ну как провел? С кукурузой бегал в туалет, по носу прихватил. Ага. Во сколько начал завтрак? В 9.46. В 9.46. А закончил? В 12.12. В 12.12. Так а я готовил еще. Два с половиной часа у тебя ушло. Готовил еще завтрак. Что готовил? Варил картошку. Сколько времени понадобилось на варку картошки? Ну я не знаю. Ну я тебя просил все записывать. Мыл, мыл. Очищал. Где подгнилал. Ага. Одно в флаконе и завтрак. Ну а почему не разделил-то? Я тебе сказал. Ну записывай все. Два с половиной часа на приготовление, на потребление пищи это очень много. Сколько блюд ты приготовил? Картошку. Хлеб. Ты подними голову, когда с тобой разговаривай. Что ты у тебя привыкла? Картошку, хлеб. На первое что у тебя было? Ну хлеб с водой. Хлеб с водой. На второе? На второе. Ты хлеб сам запек, стряпал? Заводил тесто? Да нет, с магазина. С магазина. Ходил в магазин покупал? Ну вчера. А, вчера купил. То есть хлеб у тебя купленный был, его готовить не надо было. Просто его разломать, разрезать, залить водой. Сколько на это время не уходит? Зачем ты это приплетаешь-то? Как приплетаешь? Ну, что ты, вот, хлеб, это самое, да это даже можно и не считать. У тебя два с половиной числа ушло очень много, Вася. Мы с тобой договорились сокращать на это время. Картошку помыть и сварить, ну, максимум 40 минут. Ну, 20 минут она варится. 25. Если её, как вот я говорил, порезать ещё пополам, 20 минут она варится. Пока моешь, кастрюля, вода нагревается. А у тебя два часа на это ушло. Почему? Ну, я тебе говорю, мыл, почищал, где подлила. А почистить её не быстрее было ножом? Ты в мундирах варил? Ну, люблю в мундирах. Любишь в мундирах? А ты полюби как быстрее. Она в мундирах, конечно, но, Коля, ты помыть её быстро не можешь. Может быть, быстрее почистить? Да ты и чистить будешь так же два часа, наверное, да, сидеть? Да-ка чистить ещё дольше. Ещё дольше чистить, чем помыть. Вот это да. Ну, хорошо. А сколько закончил трапезу-то? 12.12. 12.12. С этого момента чем занимался? Досками закрывал собачью клетку. Досками закрывал собачью клетку. Чего тебе эта клетка не понравилась? Он снутри, вот этот вот, брал и тряпку эту ел, да? Ты вот, смотри, доску вот здесь вот, снутри поставил, туда, сюда, с этой стороны. Ну, с задней, с задней стенкой, и вот боковой. Да. Вот тут верёвку какую-то натянул, чтобы она не упала. Вот этот мячик зачем сюда поставил? А тут пространство она, чтобы поддерживала доску. Поддерживала доску, да, чтобы она не болтыхалась. Понятно. Сколько, во сколько закончил вот это всё, вот это делать? Да, я не засекал. Ну, примерно. Ну, не засекал я откуда-то. Ну, не засекал. Ну, искал он. Искал. Заображал, как сделать. На улице искал. Да почему? Дома нашёл, да? Ну, сколько времени ушло на это у тебя? Ты ужинал, нет? Нет. Во сколько сел ужин? Без 5,5. Записал. То есть, ты с 12 до 5, кроме вот этого, ещё что не делал? Ну, связывал мешки с поклажей. Примерял. Какие мешки связывал? Ну, с поклажей мешки. В бельмиссиво я. Так они у тебя связаны уже там? Да, где связаны. Ну, они на петлях были. Я закрепил их, чтобы не сползал. Не понял, что на петлях было? Завязки? Ну, на петлях было просто. Ну, принеси. Ну, принеси и покажи, что ты делал. Интересно же людям. Новатор Василий. 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 Новатор Василия. Куда? На пол? Да, на пол положи Вот это ты делал в верёвке? Завязывал, тут на петле было, чтобы не сползло, завязал А это на воде? Ну она короткая ещё Для чего ты так делал? Ну, через плечо и на охоту Ну-ка, давай, покажи Ты не уплоди, смотри И вот так вот ты хотела идти в Бельмесёво В поход туристический, да? Понятно Сколько времени у тебя на этот рюкзак ушло? Ну, пока верёвку нашёл Где ты такую верёвку нашёл? В столе Где? Ну, в столе на кухне В столе на кухне? Ну В моём столе? Ну Ну Это моя верёвка? Ну А ты без спроса почему её взял? Ну Тебя не было У кого спрашивают? Телефон есть Я же тебе телефон Не умеешь пользоваться Не умеешь пользоваться А без спроса брать умеешь А вот эту вот тряпку-то можно было её просто убрать Да и не мучиться Да и всё Наверх вот так вот На клетке тряпка-то? Да Так ты там ложишь эти вещи Ну Вот её вот так вот свернул Так вот А то раз вверх закрыл А боку ей не надо Он же сверху-то не берёт Да Он грызёт эту Клетку саму А часто доска не даёт ему Зажёвывает Ну он клетку грызёт Да железно он не грызёт Он ему Грызёт Ему тряпка интересная Да грызёт он Кого-то говоришь Ну а ты Ээээ Эээ 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 Ну это Железку Ты же деревяшку-то не снутри поставил А снаружи Ну снаружи До кого ему не подлезть Не подлезть Ну она же вплотную К сетке Ты прям видел Что он клетку прям Зубами грызёт Ну Ну тряпку жевал-жевал Ну я тряпку убрал Он начал клетку жевать Ну чтоб зубы не сломал и закрыл Понятно Ну и заднюю стенку закрыл Там же провод проходит Угу В общем Занимался Занимался Новаторством Инженерными Так Эту сделал Ну Порвалась Лямка Связал Где лямка порвалась? Ну вот Оторвалась Ну вот Тут Тут С одной стороны вот осталась Застойка Орвалась А у тебя тут лямка была через плечо? Ну А чё там ты у неё такое тяжёлого наложил-то? Ну чё наложил? Ну лапша Там чё? Лапша тяжёлая Томатный соус Две банки Томатный соус Две банки Крупа Чеснок Собрал монатки, короче Ну Ну это Задарил мне Анатолий Племянник Надежды Ну Куртку, да? Ну У которого это Грузчиком работал? Ну Перевозили его Мебель Квартиру на квартиру Понятно Хочешь Домой поехать? Ну Как скажешь Ну А чё ты заладила? Как скажешь Как скажешь Ты это сам как? Тебе Ну А мне-то чё? Мне-то налегке, а тебе с нагрузкой С какой нагрузкой? Ну Ну Я у тебя на всём На всём готовеньком Ну Ни на чём ты не на готовеньком Ну Как не на готовеньком? Готовишь себе Пищу сам Покуп В магазин ходишь сам На чём ты на всём готовеньком Ты в него Ну Обогреваешь Ну Ну Я не обогреваю это Батарея обогревает У меня Залица Вообще Даже Вот эти Выключены Я И Не пользуюсь Батареей Там Спальня Ну Никакой мне тягости нету совершенно А тебе тягость какая здесь жить? Да У меня какая тягость Никакой тягости нету? Тягости нету Ну Как у Христа за пазухой Ну Я говорю Тебе нагрузка Какая нагрузка? Ну Моё непослушание Ну Ну Конечно Это очень сильная нагрузка Я же тебя принял под условия Я должен это условие соблюсти Должен или не должен Под каким условием? Что ты будешь слушаться Ты почему на такие условия то согласился то поехать? Не соглашался бы Сказал бы Я бы Сергея Павлача слушаться не буду Оставьте меня в покое Я привык жить своевольно Говоришь Как у Христа за пазухой У Христа за пазухой Это люди Которые Заповеди его Соблюдают Живут христианские Те как у Христа за пазухой А здесь ты говоришь одно Есть заповедь такая Не лги Я буду слушаться И лжешь каждый день мне Как у Христа за пазухой Никакого Христа и нету Какая трудность В послушании быть Я чего такого сложного тебе Какие задания тебе задавал невыполнимые? Ну Питание Питание Что питание? Ну Просил тебя приготовить Какой-нибудь из французской Кухни Что-то такое Необычное Ну Питание Ты считаешь, что у меня Черевого года А ты так не считаешь? Да как бы так и надо Что? Ну Как бы так и надо Ну Я Насытился Вылажусь Из-за стола Ну А не наемся Как я Вылазить из-за стола Ну ты вот при мне Молился Господи Избавь меня от бесообъедения И чревоугодия Я говорю Да чревоугодия у тебя Ну я откуда знаю Чревоугодие А не чревоугодие Я тебе объяснил Ну я насытился Ну Ну не знаю Для тебя Может чревоугодие Но для меня норма Ну а ты каялся то в чем здесь? Ну каялся Каялся Но жевать то у меня нечем А я тебе Тебя Обвинял то Что Ты много ешь Долго Это Ну Хотя Может немного Но для меня норма Ну Я раньше Раз в сутки питался Ну а тут послабление От двух до трех Раз Ну а количество пищи то Зачем тогда в три раза больше увеличивать то? Ты питался раз Ты питался раз Например съедал три литра А сейчас Три раза питаешься На девять литров Сколько? Три литра может не съедал Ну Ну Два Два литра в сутки ты съедал, да? А тут тебе послабление дали И Три раза питаешь Сколько литров съедаешь? Да Да Тут не подсчитывал Не подсчитывал Ну Больше или меньше чем ты дома съедаешь У меня то А если дома ты один раз ел А здесь три Чего больше? Три или один? Ну Как Ну Я не подсчитывал сколько съедаю Ты не считаешь что ты объедаешься И я зря это все затеял И махнуть надо И ешь И все И Нету покаяния В грехе Объедение Ну Смотри Чего голода то опустил То есть Ты считаешь что ты не объедаешься Ну Ну Говори как есть Ну Бывает Все таки бывает Угу Ну Пища однообразна Но И поэтому нужно съесть ее как можно больше Ну Побольше Чтоб насытиться А опуст для чего церковь установленная? Ты с момента крещения Ну Ты еще постно Мясного Ничего нету То есть Ты считаешь что пост это просто смена диеты? Или все таки нужно воздерживаться? Ущемлять себя в чем то? Ну Ущемлять то надо Но не могу Почему? Ну Такая откуда Знаешь Ну Ты читал Все могу Укрепляющий меня Иисусе Ты же молился Каялся А тут Раз Не могу Чего это не могу А другие могут Постятся А ты почему не можешь Всем ты особенный Зубы тут Отсутствие зубов Ни при чем здесь Совершенно Если говорим о количестве пищи Ну Может на людях показывают Что мало едят А дома Может По-другому питаются В тихушку Да? А есть такой грех Тайнояденье Знаешь? Слышал когда-нибудь такое? Ну вот когда Да На людях не едят А ночью под подушкой Хрум-хрум-хрум Чтоб никто не видел Знаешь таких людей? Ну Знаешь таких людей? Ну Обжоры Ну Обжоры Ну Нет Я не говорю Что они Обжоры Есть обжоры Есть обжоры Которые за раз много съедают Есть Тайнояденье Которые тайно от других питаются Чтоб другие не подумали Что они обжоры Есть Чревоугодники Которые Разбираются В пище Что Повкуснее Хотят Ну У меня Какой чревоугодник? Ну Я Крупы набрал Вот У тебя чревоугодия нету Когда ты каялся Ты В незнании Просто каялся Одна крупа Ну Я тебе и говорю Мороженая картошка Мороженая картошка Ты просто Не понимая Назвал этот грех Чревоугодия У тебя нету У тебя есть объедение Ты много ешь За раз Много ешь Ну так Крупа Крупа И картошка Ну А что Ну чтобы насытиться Сколько надо Вот То есть Если бы было мясо Ты бы съел бы меньше Да? Наверно Ну Наверно Ну А я что-то сомневаюсь И мясо И так бы И то же самое Да Насыщение Как насытился Ты себя обжорой считаешь или нет? Да я откуда знаю Считаешь Не считаешь Я тебе говорю однообразное питание То что ты Вот ты из-за стола С чувством легкого голода выходишь Или как Или ты чувствуешь что ты переел? Ну бывает когда я переедаю Часто? Ну как? Как долго не поешь так? Ага Так С голодухи Да? А когда Если это То это Да? Понятно Ну как 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 животные Долго не едят А потом набрасываются На еду Да Как волк Он неделю может не есть Потом за раз Теленку заглотнул И ходит с ним Потом Выблевал Потом опять поел Как пес Возвращается на свою Блевотину Есть такая Поговорка А ты Говорил Один раз Всего питался Это Почему? В основном Все Три раза питаются Ну Редко два А почему ты Выбрал для себя Одноразовое питание В день Когда ты дома Да Литературу Начитался Какой? Мужик Один Раз в сутки Питался Как И он Книгу написал Да Я не помню Где Давно ты Читаешь Литературу Начитался Ну Давненько Давненько А еще А еще Что ты Про Как автор Это Я откуда Не помню Давно не помню Давно не помнишь А тщательном Пережевывании Читал ты Пищи Ну Это Как это Елена Малышев Жить здорово Передача По телевизору Ну Вот Оттуда Сколько Раз Надо Живнуть Чтобы Прежде чем Проглотить Да Как можно Больше Как можно Больше А Для Чего Ну Чтоб Это Желудок Легче Переваривал Желудку Меньше Работает Желудку Ну Ты Считаешь Это Правильно Или Ну Врачам Беднее Ну А вот В Библии Написано Ели Пасху С поспешностью И В церкви Есть такой Грех Чревоугодия И гортана Бесия Чрево Бесия Едят По три часа За столом Проводят Потом Перо себе Какое-то там Страусина Запихивает Выблюет Нравится Есть За собой Такой Не замечал Что тебе Нравится Жевать 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 Бесконечно Нет Такого Тебе Пищу Жевать Нравится Или Чем Жевать Ну Однако Что Жуешь Не глотаешь Если Жевать Нечем Зачем Ты Слушаешь Малышева Жуешь Бери Да глотай Да У меня Что-то Пищевод Сузился Вообще Ну Плохо Проходит Пища А В 73 Запрещали Какие Ну Я Откуда Знаю Какие Химиотерапии Проходил Ну Я На сегодняшний день Ты говоришь Сегодня Кто здоровый Я говорю Ты спрашиваешь Кто сегодня здоровый Я говорю Я здоровый Ты говоришь А у тебя рак был Ну был Прошел Все Сейчас никаких Последствий Совершенно Нету Я Выполнил норматив Мастера спорта По Кинологическому Спорту На чемпионатах Сибири Выигрывал Дважды Трехкратный Чемпион Алтайского Края Я Если бы Я не врач Ну А че ты всех Ну ты не врач А че ты так всех говоришь А кто сейчас здоровый Я Он Он Ну 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 Ты говоришь Ты так засмеялся Что я сказал Я здоровый Какой у меня Какой у меня диагноз Вася Рака нету У меня Лимфосаркома Нету Был диагноз Нету Группу сняли Вторая группа была Третья Потом вторая была Группа Потом Все сняли Когда я После поста Пришел После великого Мне взяли А что ты принимал Я говорю Молитвы на ночь принимал У него глаза на лоб И все Я говорю Я постился И все Она Не знаю Поверила Не поверила Господи Ведь по вере вашей Да будет вам Ты На сегодняшний день Считаешь себя Здоровым человеком Угу Что у тебя болит? Угу Что у тебя болит? Я что Я что буду Сейчас буду Это Как Как врач Упитывает Что болит Что не болит Ну Ты Ну а как Ты у меня живешь Я должен заботиться Я считаю Что здоровый человек Не может На дерево Залезть высотой 5 метров Больной Вернее А здоровый Может Я спрашиваю Что у тебя болит? Сопли бегут? Сопли бегут Где Покажи Не 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 вижу Кашляешь? Ну Тут Сухо На улицу Бегут Да на улице Когда они На хронохологе У всех бегут Это нормальное явление Ну Дыхалка Видишь Да Забит Да Соплями Вот Я так же делаю И не какой-то болезни Это нормальный Естественный процесс Еще что кроме Кашель Кашляешь? Ну Кашляю Ну Как ты кашляшь? По утрам Мокроты По кашляю Как это? Да Если Нету Сейчас Мокроты нету Только по утрам Как у меня засудиться Я кашляю Голова Голова болит? Да Голова Что-то Сегодня Чуть-чуть Так Уши болят Слышишь Хорошо Хорошо О О О Точно Хорошо? Угу Раз Что я сейчас скажу? Раз И на кавказ Зрение хорошее? Да Зрение У меня травма была Голова Ну Читаешь Библию-то читаешь Мелким шрифтом Трахому вычищали Руки Ноги болят? Трахому вычищали Где-то Василия Руки Ноги болят? 16-17 лет Слышишь, что я спросил? Руки Ноги болят? Ну Травма была Сейчас болят Я не спрашиваю, что было-то У меня тоже все переломано Сейчас ничего не болит У тебя сейчас болят? Ну Бывает Перегрузка Побаливает Побаливает Ноги Болят? Ноги Ноги А если их обдрежут на правую ногу Болит нога? Ну Вот в этом месте деревянное Не отошло еще С прошлого года А вот ты Когда мы вместе с тобой молимся Стопоклонная молитва Земные поклоны Ты сильно устаешь? Или терпимо? Да Терпимо Терпимо Ну Я смотрю что-то у тебя Так Это Под конец Одышка Начинается Небольшая Ну Так Я засидел Тренировки Тренировки Ну Палец Деревянный Палец Деревянный Все деревянное Ну Тебя Палец Вроде Василий смотри Палец вроде Отошел лучше Чем Вот здесь вот Деревянно Там деревянно Тут деревянно В носу Сопли Однако по деревьям Лазишь Поклоны делаешь Не ощущаю Вот с прошлого года Да это Не надо Болячками Это своими Так а ты сам Сказал Рассказывай Ну Да Я говорю Что беспокоит Я смотрю Тебя все беспокоит Кроме ушей Уши У тебя нормальные Но Опять же Слышишь Хорошо Слово Божие Говоришь Читай Оно не входит туда Имеющие уши Слышат Да слышат А ты говоришь В одно ухо влетает В другое Вылетает Значит что-то не в порядке С ушами Да не с ушами А с головой А с головой Ну сотрясение было Сотрясение у тебя было Да Неоднократно Работал еще На станкостроительном А ты всему веришь Что написано В Библии? На станкостроительном Работал Слышишь я тебе вопрос Сейчас задал Со второго Со второго Это Я тебя сейчас Про другое спрашиваю Ты вот когда Библию читаешь Ты всему веришь Что там написано? Верю конечно Всему 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 Ну верю Ну а нас Кто создал? Кто нас создал? Ну Макрита И та И та Не по своей воле То есть ты веришь Что есть создатель Ну все В создателя веришь Ну конечно Ну и бесы веруют И трепещут Так написано А символ веры Ты поешь В церкви Когда поют Молитва Символ веры Знаешь такую Молитву? Да Да Языка Это Выучено То есть ты ее не знаешь Не знаю Она называется Верую во единого Бога Отца Вседержителя Слышал такую в церкви поют? Верую во единого Бога Отца Вседержителя Ну я крестился Полностью это перед батюшкой Ну Рассказал Символ веры? Ну во единого Бога Перед батюшкой У тебя батюшка спрашивал символ веры? Ну так крестился Как не Ну не знаю Я крестился Он у меня не спрашивал символ веры Он у меня спрашивал И ты весь ему Вот начало до конца рассказал Ты его заучивал Перед крещением Заучил Заучил А кто тебе говорил Заучил Ну а потом как-то Стал редко повторять Подзабыл Подзабыл Ну а его что-нибудь помнишь из этого символа веры? Давай вместе поспоминаем Я тоже уже давно не повторял Верую во единого Бога Отца Верую во единого Отца Вседержителя Во единого Бога Отца Во единого Бога Отца Вседержителя Творца неба и земли Всего видимого и невидимого И во единого Господа Иисуса Христа Иисуса Христа Иисуса Христа Сына Божия И народного От Отца Рожденного Прежде всех Веков Света От Света Бога Истинного Животворящего Бога Истина От Бога Истины Бога Истинного От Бога Истинного Животворящего От Отца Исходящего Нет Это уже Про Духа ты Святого начал Говорить Да Сбился маленько Да надо ведь Про Иисуса Христа Ищего Распятого за нас При Понтийском Пилате Распятого за нас При Понтийском Пилате И страдавшего И страдавшего И погребенного И погребенного И в третий день Воскресшего По Писанию А что значит По Писанию То есть об этом Пророки Писали Ранее Да И в Духа Святаго И в Духа Святаго Господа Истинного И Животворящего От Отца Исходящего Которому Которому С Отцом и Сыном С Поклоняем Честь И Поклонение Дальше еще Ныне и всегда И во веки веков Аминь Воедину Святую Воедину Святую Соборную И апостольскую Церковь Исповедую Единокрещение Вооставление Грехов Чаю Воскресение Мертвых И жизнь Будущего Века Аминь Ну вот видишь А говоришь Я подзабыл Так Отрывками Да прекрасна У тебя память Для семидесятилетнего Мужчиня Ну да я Тем более травмы Такие перенес Все Это у тебя Напраслину Ты на себя наводишь Все Прикидываешь Да Так Я Так Заучил Перед крещением Ну сколько лет Прошло В каком гряду Ты крестился В одиннадцать Семь лет прошло И ты почти Ну так Я больше не читал Ну и вот Подзабыл Значит Это говорит о том Что память у тебя Неотшибленная Ты можешь Вспомнить Семилетний А стихотворение Какое-нибудь Помнишь Из детства Из детства Стихотворение Ну любое Стихотворение Можешь рассказать На память Ну вчера мы читали Стрекоза и муравей Ну это ты в детстве Такое наверное Не читал Да читать то читал Но Ничего не закрепилось Память Ничего не закрепилось Ну Прочитал Все Заучил Не заучил В школе вас не заставляли Стихотворение Заучивать Бородино Знаешь Такое Все заставляли Ну я С большим трудом Не учил Это Таблицу умножения Учил Ну Шестью девять Шестью девять Шестью девять Пятьдесят четыре А девять и шесть Туре пятьдесят четыре Туре пятьдесят четыре А семь и восемь Шорок восемь Не угадал Шестью девять и шесть 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 Четыре Нет Шесть Шесть 36 7 и 7 8 и 8 9 и 9 81 вспомнил неплохо алфавит знаешь по порядку буквы перечислить а б в г не знаешь география знаешь столица англии столицу англии знаешь германии берлин франции париж италии отличник просто все говорит что у тебя мозги не работают память отличная таблицу маленько ошибаешься и география а вообще на 5 у тебя может тебе в институт пойти поступить там пенсия хорошая стипендии да еще и пенсия тебе это хватает сколько ты откладываешь с пенсии на строительство дома ну только час как ну пенсия идет до этого на почту банк до этого сколько ты тратил в месяц на питание когда один недweek Глава вечера у